Друзья, всем привет! Вы на канале ЖИНЬ ЗА ГРАНИЦАЙ. Сегодня со Славой мы решили показать вам очень классное место. Мы сами на нем первый раз, случайно совершенно проезжали мимо. Я, с вашего позволения, буду сегодня в этом ролике в очках. У нас жуткая жара, даже немножко плохо становится стоять на солнце. Территориально эта статуя находится в районе Ламай. Естественно, точку мы кинем в описании. Это огромная статуя китайского полководца с красным лицом. Мы вот сколько здесь со Славой живем, постоянно проезжали мимо, но не останавливались. И вот решили заехать, как раз у нас сейчас было время до того, как мы забираем Кристину из школы. Оказалось, что статуя эта была посвящена китайскому полководцу, который на данный момент у китайцев приравнивается к святому. Друзья, весь этот комплекс был посвящен китайскому полководцу, которого звали Гуань Юй. Мы сейчас со Славой прочитали в интернете, что полностью вот этот весь храм с различными вот такими инсталляциями, со старинными вещами, был построен на средства пожертвования от тайцев, которые брали свой род от китайцев с юга Китая, с Хайнани. То есть сейчас это тоже распространенный курорт, и в свое время, как мы только Самуи вот, так скажем, открыли, именно оттуда переселялись китайцы и перемешивались с местными жителями. И вот сейчас все эти родственники скинулись на такое прекрасное место. Музыка Как и в большинстве бюджетских рамок просят донейшн, это нормально. Мы всегда делаем донейшн, донейшн в переводе на русский это подаяние, вот, это знак уважения и... Музыка 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 Это, видимо, рикша. Да. Садись, покатаю. Нашли вот такое вот красивое место, где можно посидеть. Посмотрите, какой огромный китайский фонарик, такая красивая веранда с видом на море, ветерок. Но жарящая сегодня конкретная. Также на территории этого комплекса размещен китайский отель в традиционном стиле. Друзья, если вы будете на Самуи, мы настоятельно рекомендуем обязательно посетить это место. Друзья, вот этот отель, который находится на территории этого комплекса. Думаю, что жители Поднебесной приезжают на Самуи и как раз здесь останавливаются. Такой классный вариант городского отеля, да, ведь? То есть, это как бы не такой прямо туристический. Ну, наверное, можно остановиться. Смотри, какая классная инсталляция, рисунок классной собаки. Это китайский Новый год. Мы увидели в этом году потрясающий танец китайской собаки, да? Мне понравилось, так очень делали фирные эфиры. Пойдемте, можем зайти в этот отель. Нам он тоже очень понравился. Очень красивый. Красивый, чистый отель городского типа. Также напротив отеля еще находятся какие-то кафе, рестораны. Мы сейчас зайдем туда, посмотрим, кто тут есть. Видимо, это какая-то китайская еда традиционная. Можно, наверное, посмотреть. Да, друзья, вот посмотрите, чикинг суппорт, нужен с 20 бат. Сейчас зайдем, проверим, правда, это и еда. Такие прикольные кабинки, да? Ну да, вот, смотри, давай покушаем тут. Ничего себе, какие цены недорогие. Видимо, смол какой-то, да, чтобы попробовать? Мы только что заказали, чтобы попробовать том-ям порк. Порция смол стоит 20 бат, побольше 50. Мы заказали маленькие, чтобы попробовать. Будем знать вообще, что здесь как. Я заказала том-ям порк, а слава... Обычный суп, чикинг. Вот здесь есть еще напитки тоже по 20 бат. Вот какой-то их десерт. Я такой не пробовала. Это, видимо, как в 7-11, да, продается. Да, да, да. Да, ну такой чисто тайский супчик, да? Ну, прикольно, я люблю такое. Выбеги, конечно, не очень. Сейчас попробуем, как он на вкус. Да, нормально. Маша, поценит? Ну что? Спайси. Спайси. Спайси и не литвовый. Да? Да, вот традиционные тайские ложки. Ага. Это тон-ян, да? Нормально, да. Мы периодически кушаем острое, для профилактики от паразитов. Со стеклянной лапшой. То ли гринки, то ли что, мне попали столько что. Пару раз похрустело, так как будто на чипсы похоже. Что ты доказала? Не знаю, хочу попробовать. Фрайд крисский порк, скинс и фрайд вонтон. Спасибо. Спасибо. А, так это чипсы. Ага. Что это напоминает тебе? Ну, это что-то рисовое, и то, и то это может быть какое-то. Короче, хрустящий рис, все понятно. Друзья, мы только что зашли в соседний ресторанчик в таком же комплексе. И милый, не знаю, вот как раз мне кажется, он смешан с китайцем, да? Да, я действительно понимаю. И вот он такой любезный, гостеприимный. Да, у него какая-то книга отзывов. Книга отзывов. Да, и здесь есть русский отзыв. Здесь действительно очень мило, и мы хотим обязательно сюда вернуться. Ну что, друзья, мы со Славой очень мило провели время, совершенно не ожидая этого, да, Слав? Да. Прямо и погуляли, и с историей познакомились, и покушали очень вкусно и дешево. Друзья, если вам понравилось наше сегодняшнее видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, и увидимся с вами на Самуи. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!